Лос-Анджелес Она хорошо сложена, улыбчива и внимательна к людям. Здесь она, оглянувшись по сторонам, выбирает место поукромнее и приседает на корточке, не поднимая широкой юбки. Тут же появляется он, встретившийся с ней взглядом, становится лицом к кустарнику... Не надо, не надо, просто... Вы играете то, что я вам сказал. Текст независим от вас. Женщина, которую вы узнали, вам кажется, что она ваша знакомая, пытаясь понять, так ли это или нет. Вот что вы играете. И если это она, то вы ведете себя так, как практически невозможно себя вести нормальному человеку. То есть, сперва узнаете, потом, узнав, начинаете себе позволять. А текст вы говорите для зрителя, это не имеет никакого значения. Это моя собака. Ты веляешь хвостом. Я веляю хвостом. С любовью, с подвострастием. С любовью, с подвострастием? Вымаливай ласку. Ну только не ласку. Он неожиданно давит ногой под зад. Без поправок, пожалуйста. Ну так, только не ногой. Я уйду. Я уйду. Если будешь, то дичь не могла. Я уйду. 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 Ты в этот момент произведение уже само тебя ведет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Чего тебе? Я хочу спросить вас. Тогда возьми платок скорее. Ну зачем мне ваш платок? Прикрой ногу и грудь. Открыв ее для глаз, ты пролагаешь путь и помыслом, и вожделением грязным. Ну и неужто вы так чувствительны к соблазнам, что вожделение не в силах побороть? Нечаянно вблизи, узрев живую плоть. Ну и как я погляжу, уж чересчур горячий, а я похолодней. И вот реагирую совершенно иначе. Вот явись вы предо мной, в чем родила вас мать. Ой, перед соблазном я сумела постоять. Сафрула. Твоя несдержанность тому причиной, кажется, придется мне уйти, Зарина. Уйду сама, скажи. Сама уйду сейчас. А теперь не можешь вырваться. Понимаешь, да, объявила программу, а уйти не можешь. А тогда это непонятно. Лишь передам словцо от госпожи для вас. Она желает, чтобы вы ей не отказали. В непродолжительном свидании в этой зале. Не может быть. Да. Ну что же, я не против. Ну, то нежно. Когда она придет? Зарина! О, недолго дожидаться. Вот, вот она сама. Счастливо оставаться. Два часа. Давно обосновался. Тихо-то. 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 Тихо. Тихо-то. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И никогда об этом не жалел Субтитры создавал DimaTorzok Я помню, когда только-только появилась возможность въезда в Латвию После военные годы А вот тут где-то должны быть фотографии Папы с мамой Отец и мама А у них была большая разница в возрасте Мама была 15-го года А отец 1898 То есть у них была разница в 17 лет Родители ведли себя чрезвычайно тактично Во всех вопросах Я помню, в 1953 году, когда умер Сталин Я пришел домой заплакатый Мать что-то делала в кухне И так довольно флегматически сказала Усач дал дуба Я ей устроил такой скандал Я всегда знал, что вы нас ненавидите Она говорит, кого нас? Я говорю, нас всех советских Как ты можешь сказать такое о великом вожде? Она сказала, сыночек, вырастешь и сам все поймешь То есть они никогда не навязывали свой опыт Мы были предоставлены улицей И очень многое Многому научились общаясь со своими друзьями на улице Всем правилам жизненного поведения Это великий опыт КОНЕЦ Это время, когда я очень активно занимался боксом И закончилось это Я начал примерно лет с 14 И закончилось все это На последнем курсе института Значит, 22 года Был чемпионом вузов Имел первый юношеский разряд У нас просто был такой двор Брат мой занимался боксом Два его товарища занимались боксом И поэтому во дворе у нас стоял ринг Мы его как бы приспосабливали И мы боксировали во дворе с молодых лет Потому что я могу пойти на борьбу Которая гораздо более популярна в Баку У нас не было очень больших боксеров Были хорошие боксеры Но великих не было А великих борцов у нас было очень много Чемпионов мира неоднократных Тем не менее, значит, вот Я пошел на бокс С другой стороны, конечно, хотелось быть сильным Хотелось уметь за себя постоять Что мы Что я На протяжении многих лет демонстрировал И по шраму на мои лице Вы можете понять, что Это не так уж было Безопасно Как построились По-моему, вам не очень хочется танцевать Нет? Хотите, я вам расскажу что-нибудь нравоучительно воспитать? Хотите? Да, хотим Когда я учился в институте А было это не так давно У нас тоже вечера устраивали На них все было примерно так же, как у нас Но вот только танцы были делом добровольным Хочешь танцуешь, хочешь нет Никакого насилия Неслыханная была демократия А если кому-то уж очень хотелось размять кости То все это происходило на джентльменском городе А так, чтобы несколько человек нападали на одного Такого никогда не было Вот такие у нас странные нравы были И еще Старались не оскорблять друг друга Особенно в присутствии девушек Мы еще встретились Жаль, что не удалось потанцевать с вами Но я вас обязательно найду Иди отсюда! Ну-ка, пустите! Пустите! Иди сюда! Иди! Пустите же! Эй, пустите меня! Ну, идите! Иди сюда! Пустите! Парит! Не лезь! Парит! 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 Для меня это один из Ну что ли Это лакомусская бумажка Человеческого характера, личности Вот если я В молодости Куда-то приходил со своими товарищами И кто-то из них поступал неправильно И возникал конфликт Я вступался за него Даже тогда, когда понимал, что он неправ Потому что я пытался до определенной пары Как-то это погасить Примирить Затушить этот конфликт Но если не получалось То я начинал защищать товарища, который неправ Это приводило к серьезным последствиям Но есть правило Это твой товарищ Прав он или не прав Ты должен быть на его Вот в момент опасности для него Ты должен быть на его стороне Если есть возможность Как-то это рассудить То ты стараешься это сделать Но если нет То ты бросаешься с кулаками И не думай ни о чем Потому что срабатывает вот этот рефлекс Как бы дружбы Доставляет большое удовольствие Смотреть на эти фотографии Потому что вдруг все это делает Как бы Как бы наводит резкость Именно на этот момент жизни И вот сейчас я смотрю на эту фотографию Мы с Никитой Это период как раз съемки его дипломного сценария Дом кино Я еще без бороды Значит это действительно 72-й год 33 года Ему там 26 И как вы видите даже по фотографиям Какая взаимная симпатия Какое взаимное увлечение Вообще я очень благодарен судьбе За то, что она свела меня с этим человеком Потому что он, конечно, чрезвычайно талантлив во всем И, конечно, в первую очередь Как режиссер и актер Ах вот ты для чего сюда приехал Насладиться Обидой своей насладиться По капельке, по глоточку Выпить А потом Бац Вы арестованный гражданин Котов Я Между прочим Пошел на должностное преступление И вас предупредил Врешь Ты опять врешь Ты ведешь себя как последняя Блядь опять И нашим, и вашим Чтобы я потом учел Ты же знаешь, чем все кончится Кто меня тронет? Кто меня тронет? Героя революции Легендарного комдива Кто меня тронет, Котова? Ух, я тебе все это напомню Ух, я посмотрю на тебя Не через пять Когда ты, ползая в собственном говне Собственноручно подпишешь признание Что ты с двадцатого года Являешься немецким шпионом А с двадцать третьего еще и японским И что ты диверсант И организатор покушения на товарища Сталина А если не подпишешь, сука То мы тебе напомним, что у тебя есть жена И дочь Критическая мысль Все время обвиняла русскую литературу В девятнадцатом веке В том, что Что ей не хватает действенного героя А как бы мы уже жили в то время Когда самое страшное Это был действенный герой Потому что жизнь настолько стала сложной И каждый человек теперь может Нанести такой непоправимый вред И окружающим И даже погубить мир И время выдвинуло совершенно другой тип героя Героя размышляющего Рефлексирующего Героя твердого в своих убездениях Но неактивного в навязываниях Любой поступок как бы предваряется Неким взвешенным отношением к событиям И поэтому вдруг выяснилось Что в Америке появились Вместо красивых здоровых блондинов Появились такие актеры Как Роберт Де Ниро Хоффман То есть люди Абсолютно не героического типа На первый взгляд Хотя они выполняют Миссию героев А у нас появились такие актеры Как Калягин И практически было время Когда Калягин мог сыграть все То есть в любом фильме В любой пьесе Он мог сыграть любого героя При абсолютно негероической внешности То есть наступило время Вот таких рефлексирующих Думающих героев И он сыграл в пяти фильмах Здесь в Азербайджане Его здесь называют Азербайджанским актером В пяти фильмах Где он играет азербайджанцев И замечательно играет Возможен конечно другой ход рассуждения Но его начисто разбивает Ваши собственные показания Подруга Руты Не уверена в том Что в тот роковой вечер Вы один приходили к Лебединскому Хотя она тогда довольно крепко выпила И помнит все смутно Но ей кажется что в номер к Лебединскому 16 июля 69 года Приходили не один А два бакинца Первый из которых вскоре ушел А второй остался с Рутой Можно было предположить Что тот кто вскоре ушел Были вы Но вы ведь утверждаете Что к Лебединскому приходили один Да Значит вы И только вы Виновны в гибели Руты Болодис Все же был с вами кто-то В тот вечер у Лебединского Нет Для меня оно полное Так сказать Максимальное приближение К тому каким я Видел своих героев И в том же допросе И в другой жизни Потому что Как бы вот это Это качество Для меня Чрезвычайно Ценно То есть когда человек С одной из Вот мой отец был Человек очень твердый Он никогда не вмешивался Ни в какие конфликты Проблемы Это был железный В этом смысле человек И вместе с тем Был очень мягкий человек Вот эта способность Сочетать в себе Мягкость В отношениях с людьми Толерантность Терпимость И ни на грамм Не уступать Тогда как это Касается Лично его Его убеждения Его жизненных установок Он так и прожил Жизнь Отстраненно Он был географ Преподавал И экономическую Географию мира Он так и не защитил Докторскую диссертацию Когда я им вел Папа Ну все твои друзья Академики Он говорит И мои друзья Мои друзья Посажены и расстреляны Это мои заслуживцы Поэтому я всю жизнь Сынок И его Сынок 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я абсолютно убежден, что Восток и Запад сошлись в Баку, потому что через Азербайджан проходят границы Европы и Азии. И Баку – город, который одинаково активно вобрал в себя и азиатские, и европейские какие-то традиции и способы жизни. Поэтому я сам тоже придумал такую формулу, что я три дня в неделю европейский, три дня в неделю азиат, а в воскресенье думаю, что же лучше, значит, кем лучше быть. И это действительно как-то очень придает какое-то ощущение уверенности существования. Потому что я вижу, как непостижим для западных людей Восток, и как не понимают и рабеют перед Западом восточные люди. А я как бы, находясь в этом пограничной зоне, спокойно, естественно, существую и там, и там. Я вам должен сказать, что все великие открытия 20-го столетия произошли как раз в пограничных зонах – астрофизика, биофизика, кибернетика – это математика и биология. Потому что вот в пограничных зонах происходит прорыв одного знания в другое, и это не просто сложение, а взрыв. И вот, мне кажется, человечество после достаточно долгого сепаратного существования Запада и Востока как бы формировали свои традиции, культуру, искусство. А сейчас, в 20-м столетии, и сейчас уже в 21-м, происходит активное взаимопроникновение. Это приведет, как мне кажется, к чрезвычайно важным и богатым открытиям. Ты, извини, ради бога, тут приехала группа, поэтому я задержал немножко тебя. Что с рукой, в случае? Да, сейчас расскажу целую историю. Я думаю, ты заработался, может, расслабишься немножко. А я сказал уже. Ты тоже сказал, да? Да, я и сказал. Ребята, заносите. Да, я сам. Что с рукой, расскажи. Да, вчера с собакой гулял. Нога в очередной раз стрельнула мощно, простоливо. Я уже падал, я схватился за трубу. Она вся ржавая, гявляя. А, гявра. Я подал руку? Да, все. Браво. Вот это рак. Значит, эту часть заказал ты, а эту я. Да, хорошо. Можно еще? Да. Это не за мной будет. Сергей, почему вам не выпить с вами? Смелость. Нет понятия старности у Сумрая. У Сумрая есть состояние, когда он уже не может участвовать в бою. Вот тогда он понимает, что постарел. А это может и до 100 лет продолжаться, и до 50 лет. Все зависит только от состояния. Если он не может принять бой, значит, он постарел. Я считал о Сумраях, у них удивительный образ жизни, в принципе. Что такое мужество? Храбрость. Это способность оставаться спокойным в страшных обстоятельствах. И в этом смысле боксер, он может даже отдыхать во время боя. Никто не замечает. Но он полраунда может имитировать траку, а на самом деле он в это время отдыхает. Конечно, от бокса есть этот элемент. Поединка. И он воспитывает человека. Ну, ты, наверное, знаешь, да, в крепости какие-то драчуны были. Да. Знаменитые. В городе они говорили. Ну, вот один из них мне всегда говорил. Рафик, если ты видишь, что избежать драки уже невозможно, бей первым. Да, это правильно. Я это говорю водителю своему. Если столкновение неизбежно, наезжай первым. Меня родители всегда в доме у нас учили есть руками. Значит, это особое искусство. Уметь есть руками. Вот плов, например, на вас едят только руками. Мы-то все едим ложкой, а в средней Азии едят руками. Потому что это, во-первых, чувственные окончания на пальцах, они увеличивают, активизируют процесс обмена веществ, переработки пищи и так далее. Потому что, когда ты передаешь это вилки, это металл. Ты отрезаешь очень многое. Ты только работаешь, работают чувствительность органов токов полости рта. А так участвует и рука. Но самое главное, они так делают это аккуратно, поразительно. Руки абсолютно не жирные. Руки абсолютно не жирные. За ваш дом. Ну, юрта. За вашу юрту. Я, например, в Москве испытываю неоднократно чувство страшного унижения. Я выхожу погулять на Патриаршие пруды, а там собирается молодежь. И вот на моих глазах вдруг там пять человек начинает бить одного. Я начинаю... Причем они только что пили вместе. Бьют жестоко. Я, значит, бросаюсь, тот, кто рядом со мной, значит, пытается меня остановить. Я говорю, ребята, они говорят, да пошел ты. Я понимаю, что сейчас они с таким же удовольствием начинают бить меня. Я думаю, так, у меня есть охотничье ружье. Сейчас пойду домой, приду и потом думаю, над чем все это кончится. И потом я мучаюсь днями, когда я вижу, как его уничтожают, а я не вмешался, я кляну себя и понимаю, что человек, нормальный человек оказался в обстоятельствах, когда старые способы существования уже как бы отменены. Невозможно... Но дикость продолжает существовать, понимаете? И мы оказываемся беззащитными. И герой «Храни меня талисман» он как раз такой человек. Он живет в пушкинской эпохе и по правилам того времени и по кодексу Пушкина. Но в наше время, когда он вызывает этого человека, который, значит, приставал к его жене, это становится смешным. Играет музыка. А что еще ему остается? Пойти в милицию? Пожалуйста, в правком? Понимаете, как бы в чем-то жизнь остается такой же, как и в пещерные времена. А с другой стороны, появляются какие-то правила цивилизованного существования. И вот это страшная драма, иногда до трагического. Но как постоять за свою честь? Ведь понятие честь-то сохранилось. Как оградить членов своей семьи от вот этого хамства, которое вокруг? Попробуй что-нибудь сделать. Ведь тут же тебя засадят и еще обвинят в том, что ты грубо нарушил законы. Поэтому настоящий мужчина, он деградирует, потому что он живет со связанными руками. Любой поступок мужской, он чаще всего осуждается законом. И все это очень сложно. И это все предмет искусства, потому что предмет внимательного изучения. Потому что как жить? Ведь женщины не случайно, сейчас наступило время женщин, потому что, и они жалуются, что нет настоящих мужчин. Они не понимают, что общество и цивилизация оскопили мужчин. Они лишили их возможности что-либо делать. И поэтому очень красивая, умная девушка мне говорила, Рустам Брагимович, я очень люблю преступников. Я говорю, почему? Потому что они мужчины. Они способны совершать какие-то... А все вот так называемые приличные, порядочные, воспитанные люди, они всего боятся. Прошу вас! Помогите! Умоляю! Сынок, не вмешивайся! Мурак! Не надо! Не вмешивайся! Отойдите! Вау! Я довольно часто езжу по одному и тому же маршруту в Москве и по одному и тому же маршруту в Баку. И как бы за многие годы и тот, и другой маршрут стали для меня привычными. Я даже не всегда четливо осознаю, где я еду, здесь или в Москве. Как бы Баку и Москва соединились у меня в один город. Останови. Рыночная площадь, караван-старай, сколы мистерсэ. Вправо от нас с вами 15-го века Гаджи Гаима. С вами в средневековье поликультурном заведении, куда купцы могли пристись, чтобы заключить торговые сделки, общаться друг с другом, пить за шествой Азербайджан. Субтитры подогнали Симон. 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 По рассказу моей матери, вот здесь где-то была будка водяная, и там работал мальчиком Усень Гулы-Сарабский. И дед мой дал ему образование, а потом стал, как ты знаешь, великим актером азербайджанским. А вот здесь я хочу тебе показать наш переулок. Давай, давай. Потрясающий переулок. В детстве я здесь тоже ходил, я помню. Я помню еще, я был относительно ребенком, когда это все откопали. Вот сюда приходили. Но здесь тоже, вот на этом месте футбол играли. Мы приходили сюда футбол играть, оттуда, представляешь? Здесь играли улицы. Вот здесь были нарисованы ворота, вот на этой штуке. Уже после того, как был музей, долгое время были краской нарисованы ворота. Вы удивлены, но воспринимаете его вот такое поведение, вы же не понимаете, не знаете, что он вас узнал? Да, конечно. Да, вы удивляетесь, и это вас поражает в том смысле, что подавляет вот такое поведение. Да, обескураживает. Да, обескураживает. А я ее узнал только что, когда подошел. Да. Или когда следил там, наверное. Нет, уже следил, она показалась вам знакома. И вот сейчас вы, наконец, зашли и убедились. Ага. Да. Здесь она, оглянувшись по сторонам, выбирает место полукромнее, проседает на корточке, не поднимая широкой юбики. Тут же появляется он. Спасибо за рамки. Помогите, что он поставит, а все решили. Что вы делаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!